Ну и вот сейчас, когда мы идем с вами по центру Ньюпорта, вы можете, наверное, все-таки немножко определиться, какой из городов вам больше нравится. Вот я, например, Ньюпорт не люблю, и жить бы здесь я не хотела. Какой-то он шумный, какой-то он абсолютно без деревьев, без зелени. Смотрите, как интересно бременские музыканты здесь у нас. Хотела поближе показать вам. Классная фигура бременских музыкантов, но отсвечивает окно. Так что вот Ньюпорт для меня он некрасивый. Редко когда я здесь бываю, только по необходимости. Вот здесь когда-то муж мне покупал обручальное кольцо, wedding ring и engagement ring. Вот именно здесь красивенько. Я вам, по-моему, даже видео сделала. Если желаете, опять же, можете посмотреть. А здесь вы можете видеть вот эти бешеные цены. Тысяча четыреста, тысяча триста, тысяча сто, две сто, две пятьсот и так дальше. Вот видите, вот эти вот колечки все. И здесь, сразу могу сказать, у них в Англии золото 375-й пробы. То есть у них оно 9 карат называется. А наше золото розовое, как оно здесь называется, или розовое, или российское золото. Какое оно у нас, 575-й пробы. Считается у них 14 карат. Много-много дороже. Что касается камней, здесь я вообще не специалист и понятия не имею. Сегодня я гуляю еще в одном магазинке, друзья, с вами. Это магазин Тики Макс. И здесь опять тоже скидки у нас. Я хочу немножко вам показать, если вы желаете. Вот видите, вот вообще-то скидки видно сразу здесь, потому что на них наклеивают желтые этикеточки. Вот видите. Ну, здесь, скажу я вам, я, наверное, уже... Я, конечно, посмотрю. Вот, смотрите. Опять посуда вот эта. Кастрюльки. Стоили 30, теперь 18, да? Ну и так дальше, я думаю, вы понимаете. Я думаю, вы понимаете. Вот это что такое? А, какой-то соусник. Это всякие разные бокалы. Это открывашки и крышки для бутылок. Стоило 10, сейчас 6. Ну, видите, примерно 50% скидки. Сейчас посмотрим, что здесь еще. А, это, смотрите, весы кухонные. 6 рублей. Кстати, нужная вещь, но... Что-то как-то я после вчерашнего, вы знаете... Я что-то уже не рискую это все барахло опять тащить. Так, вот это, значит, набор. 9 фунтов, а сколько стоил, не знаю. Это на односпальную кровать. Вот опять всякие разные наборы. Было 10, стало 6. Для собак миски. Так, это было 4, стало 2. Ну, да, видите, 50% скидки. Сказать по правде я не могу. Вот, смотрите, вот это неплохая, кстати, скидка. Было 10, стало 2,50. Чайник такой. Но, по-моему, у него крышки нет. Должна быть крышка. Здесь еще заварочного чайника. Вот, модные, красивые стаканы. Стоил 4,99, стал стоить 4. Это, в общем-то, конечно, скидка уже смешная. Люди привыкли к большим скидкам. Вот всякие кухонные полотенца, очень красивые. 10,6. Здесь целых 3 при входе сразу стенда с этими скидками. Вот. Нутелла. 7,5. Скидка. А, дринг-милк набор с красивой кружкой. Стоил 7,5 опять, видите. Так, это вот такие вот огромные, знаете что? Это свечи. Ароматизированные. Ну вот. Цена, видите какая. Это тоже свечи. Сколько стоит, не найду. Ага. А вот эти свечи, это вообще бальзам огромный такой. И вот это тоже, посмотрите. Наверное, на какой-то стол огромный праздничный ставить. Так, а это вот пузырьки такие, смотрите. Пузырьки. Пульвизаторы. Вот, очень симпатичненький домик. Пульвизатор тоже. Был 13, стал 9. Ну, не ахти и скидки. Как бы мы уже разбаловались, да? Сегодня Рождество по православному календарю. Так что, если я не успею с видео, я уже вас поздравляла со всеми праздниками. Ну, и, конечно же, я также поздравляю вас всех с наступающим Рождеством. Всем спасибо, кто меня поздравил. И с Рождеством, и с Новым Годом. Вот здесь такой уголок. Тоже всякой разной мебели немного. Наверное, те, кто интересуется, знают, что такое Тики Макс. Тики Макс – это тоже сеть такая магазинов по Англии. Не знаю, может быть, и в Европе они тоже есть. То есть, где продаются брендовые вещи хороших производителей, которые в каких-то бутиках дорогих обычно не покупаются, может быть, залеживаются, и их привозят сюда в Тики Макс отовсюду. И, значит, вот потом уже продают со своей ценой. То есть, сразу же у них скидка, во-первых, Тики Максовская на все эти товары. Ну, и вот сейчас еще плюс рождественская скидка. И все равно, конечно, это все дорого. Что-то я зашла, не туда я пошла-зашла. Два кресла барных, крутящихся. Но я так полагаю, что это барные кресла, да? Ну, вот смотрите, цена 80 фунтов. Вот они такие, у них такой приятный бархат. Вот эти столики такие распространенные сейчас. И вот это как раз, видите, то, что я вам и говорила, что они сразу пишут, что их прайс, Our Price 129.99, то есть 130 фунтов. Это прайс Тики Макса. Они, то есть, подразумевают, что стоил он в другом магазине дороже. Вот красивое кресло ромашкой, да? Здесь, смотрите. Нет, друзья, ну 230 фунтов. Это 23 тысячи рублей, опять же, спрашивают у меня. Ну, элементарно перевести, просто умножайте на 100. Вот классный наборчик, кстати, в спальню, да? Это, я так понимаю, кушетка прикроватная. Как раз для двухспальной кровати. Смотрим, что здесь дальше. Вот такие красивые розовенькие кресла неплохие. Даже, наверное, может, не кресла, а стулья, да? Смотрите, цену 100 фунтов одно кресло. Так вот, хочешь, бери, хочешь, просто смотри. Так, вот это 250. 250 фунтов. Креслица. Две тумбочки прикроватных, вот они. 80 фунтов каждая. Вот такой какой-то шкаф сумасшедший. Не знаю, книжный, наверное, шкаф, да? Ну вот, нашла я цену, 180 фунтов этот шкаф. Вот такой трехместный диван. Просто элементарный. Раскладной, как у нас он назывался, книжка, да? Книжка-диван. И стоит он 130 фунтов. Здесь в Тики-Максе основное место, основное пространство занимает как раз одежда. Сначала женская, потом мужская и немножко детская. Я одежду что-то не готова ходить смотреть. Мне как-то вот больше нравится здесь в самом конце этого огромного магазина. Вот такая секция, как бы домашняя, красивая, декоративная для дома, для семьи изделия. И сейчас тут в Тики-Максе открылась еще вот такая секция, где продаются продуктовые какие-то товары. Вот здесь я как раз свой чай купила, листовой. Вы знаете, купить листовой чай, опять, может быть, многих удивлю, но в Англии стало практически невозможным. Несмотря на то, что мы предпочитаем, мы знаем Англию как чайную страну. Вы знаете, English Tea, Five Clock Tea, вот, раньше это все было, сейчас это все ушло в лето, кануло. И вообще, вы знаете, вот эти вот американские традиции фастфуда, быстрой еды, Макдональдсов, вот этих всех бургеров. Они сейчас, как говорится, заполонили тоже всю Европу и навязались, я так понимаю, и европейским странам тоже. Да и у нас в России, кстати, тоже как-то бросились Макдональдс употреблять и Subway бутербродные, хотя это абсолютно не русская еда. Подошла поближе, издалека увидела, что написано английский чай, как раз то, о чем я вам только что говорила, да? И смотрите, традициональный английский чай, традиционный. Даже не знаю, уже здесь написано traditional, я перевожу, а по-нашему традиционный все-таки, да? Ну и что вы думаете, вот, пожалуйста, 40 пакетиков. Что значит пакетики? Для меня пакетики это пыль чайная. Знаете, как раньше говорили, что в пакетики упаковывали самые дешевые вот остатки, когда чай идет по конвейеру, и он там так растряхивается весь, просеивается листовой сухой чай, подсушивается, и потом он с этого конвейера формируется, рассыпается по красивым ящичкам, коробочкам. А вот то, что осталось после просеивания основного чая, вся эта пыль, она ссыпалась вниз, специальный поддон, и с этого поддона, чтобы добро не пропадало, как говорится, вот упаковывали в пакетики, в чайные, потому что эту пыль, ну как еще, кроме как в пакетике, никак ее не заварить, в чайнике нормально. И вот эта вот пыль, она продавалась просто по сниженным ценам, со скидками большими, тот же самый, как бы считалось, хороший чай, ну вот, можете купить в пакетике, если у вас не хватает денег на нормальный листовой. Представляете, что сейчас произошло? Сейчас опять же, все у нас очень все торопятся, все торопятся, всем некогда, даже заварить чай листовой, вот в обычном каком-то заварочном чайнике, это уже стало для всех проблемой, все торопятся, все спешат, и поэтому вот сейчас уже стали производить этот чай в пакетах, и он практически вытеснил основной хороший чай повсюду. И я не знаю, как для вас, друзья, а для меня это просто даже обидно, что люди вот так вот повелись на всю эту ерунду и вытеснили нормальные продукты. И это происходит повсеместно. И сейчас уже врачи в Америке, наверное, слышали, бьют тревогу вовсю, что у них уже американцы по статистике более 50% населения имеют ожирение. Уже подростки, начиная с детского возраста, пьют эту куку-колу литрами, жутко сладкую, и заедают гамбургерами, чипсами, этими всеми булками фастфудными, и потом становятся уже под 100 килограмм 15 лет. И дальше уже идут заболевания хронические. Сейчас только стали это понимать, когда, представляете, 50% населения страдает ожирением. И вот еще те же самые кресла и тумба, только уже другого цвета. Показано, как они смотрятся здесь, если они стоят в квартире. Вот так, друзья, сегодня у меня такой обзорчик для вас. Я пока вам рассказывала, думаю, что вы смотрели на экран. Все мы с вами увидели. Пошли дальше смотреть. А я сейчас зайду еще в один магазин здесь. Вы видите, что это магазин ковровых покрытий. И вот у него внизу сразу ковровое покрытие. То, что мои зрители не понимают и постоянно возмущаются, как так можно. Но, тем не менее, здесь большинство англичан предпочитают ковровое покрытие. Вот они, пожалуйста, вам. Со скидками. А цену даже я и не вижу. Вот такой старинный паб называется. Джордж Инн. В самом центре. Sorry, kitchen close. Кухня закрыта. Ну, а вот эта вот малюсенькая улочка вот такая. Может быть, будет тоже интересно для вас здесь прогуляться. Меня, конечно, всегда я говорю, поражает обилие машин. Шум этот уже как-то непривычно. Не очень хочется. Ну, давайте прогуляемся и посмотрим, как выглядит центральный город нашего острова Уайт. Здесь юридических очень много контор. Вот видите, solicitors. А вот я когда-то имела с ними дело, но не очень была довольна. А вот здесь еще один магазин какой-то. А вот здесь, видите, издалека показываю вам это все. Те же самые домики, только уже вид издалека. Полный рост дома. Это здание городской ратуши. Вот так украсили. Видите? Вот здесь вот старинное здание отеля такого интересного цвета. Серого. У него вход впечатляющий. Там герб английский единорог и лев. Видите? Это герб Англии. И я хочу вас вот сюда, в эту улочку провести. Мы с вами здесь уже гуляли. Но я помню, что по этому поводу возникло много вопросов у моих зрителей. Поэтому я сейчас с вами еще раз пройду и вам покажу и объясню. Вот у меня все спрашивают. А что это такое за круги? Видите? Вот здесь вот на окнах это стекло и вот такие стеклянные круги. Мы сейчас их можем видеть в огромном количестве, потому что это все старинные постройки. Вот видите, да? И здесь на этой стороне тоже. Но сейчас эти все ловчонки маленькие, они закрыты. Это всякие ателье малюсенькие. Кто хочет посмотреть, когда они работали, вам видео сейчас, пожалуйста, всплывет в правом верхнем углу. Так вот, что я хочу сказать. Вот эти круги. Это именно раньше так выплавляли стекло. кстати, кто может поподробнее объяснить, почему именно вот такие вот круги оставляли на этих стеклах, я не могу даже вам об этом сказать. Я только знаю, как мне объяснял мой муж англичанин, что это просто вот, можно определить, что это очень старое здание, и что даже стекла здесь старинные, где-то двухсот лет от роду, вот этому окну и этим стеклам специально оставлены вот с такими кругами стекла, чтобы видели и понимали, как бережно относятся англичане к своей культуре. Просто, вы знаете, я не знаю, как вы, а я вот диву даюсь иногда, чтобы вот сохранить в первозданном виде все, не только окно, но даже и стекла, в котором вести... Спросила я у мужчины, который здесь работал, парень, видели, молодой. Ну и он, конечно, понятия не имеет, чему я, в общем-то, и не удивляюсь. Почему такие круги? А вот если мы сейчас посмотрим более внимательно, вот, например, на это стекло, оно довольно даже толстое такое, знаете, и вот мне кажется, что вот здесь какая-то, может быть, держалка была, вот впечатление такое, что здесь это стекло держалось за вот эту, и потом оно, может быть, как-то растягивалось, в общем, это какой-то специфический вид изделия, стекол. А то, что молодежь английская мало что знает о старине своей страны, это, конечно, немножко удручает меня, но мне кажется, это опять сплошь и рядом. я специально рассказываю и показываю всем моим благодарным зрителям все нюансы этой страны, потому что вряд ли вы где-то еще это все увидите и услышите правдивую историю о том, как сейчас Британия живет. «Британия» 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 Что у тебя, крыло поломано, что ли, да? Что у тебя с крылом-то? Вот видите, какая она интересная. А что с крылом у тебя, покажи мне. Смотрю-смотрю и понять не могу. Спасибо. Спасибо.